Друзья, всех приветствую! Я думаю, многие из вас, кто занимался когда-либо бетонными работами, сталкивался с такой проблемой, когда у вас остается чуть-чуть раствора. Пол ведра, ведро. Как здесь сейчас я залил сейсмопояс между первым и вторым этажом на этой пристройке, где будет лестничный марш. И у меня осталось ровно ведро раствора. Я думаю, у многих, кто сталкивался с этим, в этот момент появлялась такая жаба. Куда? Ну вот куда его? Где-то вылить под забор, сделать какую-то бесформенную там площадочку. Но это тоже не выход. Как-то раз я лил, вы видите, вот плитку, дорожку такую. Пусть она была когда-то временная, но все, что временное, то постоянно. Зарекомендовали себе эти плиточки. Лил максимально на утрамбованный грунт. Но речь о чем? Формы от заливки этой дорожки у меня остались. И вы можете применять вот такие вот остаточные ведра, полуведра, два ведра раствора после бетонных работ на доливку где-либо дорожки. За период, пока я выкладывал вот это помещение, от заливки перекрытий оконного, дверного и от заливки сейсмопояса, я смог на вот таких остатках раствора вылить три плитки больших дорожки, продолжив ее на улицу. И сейчас продолжаю лить маленькие дорожки. Еще один момент этих дорожек. Они временные. И на тот момент, пока вы строите дом, у вас остаются бетонные остатки, вы можете в тех участках двора, где появляется грязь после дождей, в осенне-зимний период, там грязь, а ходить вам надо за сезон стройки, вы можете сформировать временную дорожку, которая вам будет служить верой и правдой до того момента, когда у вас появится возможность переделать ее на нормальную плитку, на нормальный монолит, либо как вам там нравится. Вот, друзья, так что имейте в запасе формы. Можно купить заводские формы для дорожек, можно сделать их самому. И вот так вот, не драконя свою жабу, можно использовать остатки раствора. Что я в общем и делаю. Кому было полезное видео, ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok